Средняя школа номер один города Бреста стала большой пилотной площадкой для апробации нового проекта по здоровому питанию для школьников. Его цель – объяснить, рассказать и доказать, в первую очередь, детям и их родителям, что еда в школьной столовой полезна и рациональна. Это напрямую влияет на здоровье школьников. Если посмотреть по группам, то в младших классах превалирует первая-вторая группа, где-то порядка 80-85%, а уже к концу школы увеличивается значительно третья-четвертая группа. То есть дети в процессе обучения, в процессе своего роста, они, в общем-то, приобретают какие-то хронические заболевания. Как отметил начальник управления образования облсполкома Юрий Просмыцкий, эта акция дает возможность продемонстрировать высокий уровень организации школьного питания. В области 509 учреждений среднего образования, в которых занимается больше 160 тысяч учащихся. И этот проект пройдет во всех городах и районах, чтобы показать, как в условиях школы можно питаться вкусно и полезно. Должна быть хорошая команда работать в школе. Это и классные руководители, и родители, и дети, чтобы они были заинтересованы получать горячее питание. А смотреть, как составляется меню, это, конечно, работа уже администрации и школьной столовой. Поэтому в столовой, конечно, организовано питание рациональное, полезное и вкусное. И если взять меню, то оно постоянно разное. Чипсы, сладкие газированные напитки, сухарики, фастфуд. В школьных буфетах этого быть не должно. Эндокринологи обращают внимание, что 13% брестских школьников страдают ожирением или повышенной массой тела. Поэтому все блюда для детей приготовлены только из натуральных продуктов. Правильное питание в школе – часть решения проблемы. В нашей школе питаются почти все учащиеся. И нужно отдать должное, что много многодетных семей, эти все дети и родители рады, что дети питаются в школе. Но мы, конечно, ждем, и в этом году нам обещают, что будет реконструкция школы, а конкретно будет новая столовая. И уже выделяются бюджетные деньги. Поэтому Киевка получит в школе новую столовую. В нашей школе питается 87% наших обучающихся. Питанием дети довольны. Важный показатель качества питания – это то, что все наши сотрудники питаются, они покупают себе горячие порции. И вся администрация в том числе кушает в школе. В учреждениях образования Бреста, а их в городе 49, о вкусной и здоровой пище знают не понаслышке. Так, стоимость школьного завтрака для всех категорий учащихся с учетом родительской доплаты составляет 1 рубль 87 копеек. За качество блюд отвечают школьные повара за разнообразие технологий комбината общественного питания. Для каждой возрастной группы учащихся разработано перспективное меню, на основании которого в пищеблоке завозятся продукты на один день. Каждый день основное блюдо готовится из определенного продукта, будь то мясо, птица, рыба, творог. Дома из трех детей каждый ребенок любит что-то разное. Поэтому нам, конечно, сложно. Но мы в первую очередь руководствуемся, как я уже сегодня говорила, чтобы питание было качественным, здоровым, сбалансированным и вкусным. И чтобы его подать так ребенку, чтобы он понял, что он не просто, как раньше говорили, школьная столовка, а приближенная к кафе. Учащимся средней школы номер один повезло. Повара здесь умеют готовить блюда в высокой кухне, используя довольно простые продукты. Поэтому их кулинарные изыски всегда получают от родителей и детей высокую оценку. Привычка правильно питаться прививается у ребенка дома. Но поскольку школа является вторым домом, естественно, ребенок привыкает правильно кушать, привыкает к полезным продуктам. И это очень хорошая привычка. Поэтому считаю, что школа отвечает нашим родительским требованиям к питанию. Больше всего мне нравятся всякие напитки, которые дают в школе. Я люблю полезный салат. Из чего? Из редиски, например, из морковки, из помидоров, из огурцов. Нас кормят котлетами, сосисками, гречкой, рисом. Картошкой, салат тоже. Нам очень нравится тут питаться. Из стен школы должны выходить не только умные, но и здоровые дети. Эта идея стала лейтмотивом нового проекта, который теперь пройдет во всех регионах Брещины. Насколько его поймут и поддержат в регионах, покажет время.